На большом разговоре президент говорил, пусть вводят санкции, не проблема, все вернется им. Ведь в течение этих практически 26-27 лет именно Беларусь, именно президент Лукашенко, давайте так, были главными инвесторами экономики Литвы и Латвии. Главными. И были бы дальше. Да, и были бы дальше. Они-то жили за наш счет. Они до сих пор этого не поняли, наверное, начинают понимать. Но одной рукой просить ввести санкции, а другой рукой сейчас вот кричать. Они сами не могут разобраться, они запутались. А в чем разбираться? Смотрите, какой примитивный момент. Разбираться не в чем. Надо просто, извините меня, звонить президенту Лукашенко, просить прощения, снимать санкции с Беларуси и работать с нами. И зарабатывать деньги вместе. Жить, просто жить качественно, вот и все. Но их двойные стандарты, их вот эта мерзопакостность, политическая недальновидность и глупость привела к тому, что сейчас уже в Литве на 30% подняли на энергоносители для бытовых вот нужд. Я даже могу цифры привести. Жители Вильнюса получили счета за отопление в ноябре. Цифры поражают. То есть многим придется платить в два раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Например, отопление в квартире площадью 63 квадратных метра обойдется в 84 евро. 80,97. В прошлом году было 40 евро. То есть это на почти 45 евро или на 240%. Ну и они же еще хотят, что инициировали, отключиться от нашей энергосистемы. Помните, они хотят практически все электросети свои сделать по европейским стандартам и переключиться на Европу. Делайте, пожалуйста, не вопрос. Только почему-то они молчат, что именно сейчас в это время они закупают нашу электроэнергию. Теперь у меня вопрос, а где те критики, которые кричат, что нам не надо атомной электростанции? Да. Все очень просто. Поэтому сейчас мы наблюдаем и будем дальше наблюдать. Вся эта политика в контексте и пандемии, и всего остального заводит тупик эти европейские страны. Но уже, в принципе, энергоресурсы практически исчезают по мере, естественно, потребления в Польше. Поэтому, я думаю, в ближайший месяц Польша еще больше на нас обозлится. Только по одной причине, что ей Европа ничего не платит, а торговля с Беларусью практически прекращена в той или иной степени.